Добрый день, уважаемые участники! Меня зовут Ильхома Марахунов. Позвольте от имени IWPR Центральной Азии выразить огромную благодарность за ваш интерес и выделенное время для сегодняшней встречи. На протяжении многих лет IWPR в рамках проекта по повышению потенциала молодых экспертов и аналитических продуктов проводят экспертные встречи, в том числе и в онлайн-формате по актуальным социально-политическим вопросам в странах Центральной Азии. В связи с последними событиями в мире государства столкнулись с огромными вызовами и проблемами. Пандемия COVID-19 и ее последствия поставили экономике стран в тяжелое положение и обнажили проблемы эффективности государственного управления. На ум приходит такая аналогия, что искусство – это зеркало, где общество и политики могут увидеть свои ошибки. То COVID-19 – это не просто зеркало, а суровая реальность, которая требует от нас, от общества и от государства незамедленных эффективных решений, чтобы сгладить негативные последствия. Сегодня на нашей экспертной встрече мы выработаем глубокое понимание, а также рекомендации, сделаем глубокий анализ, чтобы понять происходящие процессы и помочь государствам эффективно справиться с сегодняшними проблемами, связанными с COVID-19. Сегодня у нас будет 4 доклада. На каждый доклад мы выделяем 10 минут. После всех 4 докладов у нас предусмотрена сессия вопросов и ответов. Уважаемые участники, если есть у вас вопросы, пожалуйста, мы просим вас адресовать ваши вопросы в нашем чате. И обязательно указывайте, какому докладчику, эксперту вы его адресовываете. Потом мы будем обрабатывать все ваши вопросы и по нескольку вопросов будем сразу адресовывать конкретному спикеру. Это делается для того, чтобы мы могли более эффективно провести нашу встречу в сжатое время. Спасибо большое, WPR, что пригласили быть модератором. Для меня большая честь представить сегодняшних спикеров. Первый спикер будет у нас Людмила Хасанова, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента Кыргызско-российского славянского университета. Следующим спикером у нас будет Зарина Макен, консультант и гражданский активист. Третий спикер Азамат Акинеев, эксперт по экономике и финансам, Совета развития бизнеса и инвестиций при правительстве Кыргызской республики. Ну и последний спикер – это Сыргак Арзаматов. У него очень много регалий, но мы выбрали одну – это член правления общественного объединения ассоциаций юристы Кыргызстана. Если все готово, тогда мы не будем откладывать долгий ящик и дадим слово первому докладчику Людмиле Хасанову. Пожалуйста, тема доклада «Бюрократические алиби и психологические ловушки. Как Кыргызстан допустил вспышку коронавируса». Пожалуйста, у вас 10 минут. Спасибо, Эльхом, спасибо большое. Меня слышно? Слышно. Да, слышно, да? Так, и сейчас я бы хотела… Сейчас, одну секундочку, я бы хотела поделиться. У меня очень короткая презентация, потому что некоторые моменты, связанные с возможными цифрами, было бы хорошо показывать вживую. Так, презентация видна? Нет, Людмила Владимировна, вы программу открыли. Так, секунду, по новой. Еще раз делимся. Так, делим. Окно делим. Так, хорошо, пока не делится. Так, ладно, хорошо. Нет, я… окно программы я делаю, и он… вот сейчас? Да. Все, замечательно. Хорошо. Так, уважаемые коллеги, еще раз добрый день. Хотя, совершенно правильно Азамас сказал, что добрый день, наверное, сейчас это скорее фигура речи, нежели отражение реального состояния нашего общества, нашей экономики. Так, но поскольку время выступления ограничено, я позволю себе сразу перейти к делу и буквально несколько слов вводных сказать о понимании качества государственного управления, эффективности государственной политики, поскольку сегодняшняя встреча вся будет идти вокруг именно этих вопросов. И я думаю, что все из нас и многие слушатели знают, что уже более 20 лет группа экспертов Всемирного банка проводит исследования по шести основным параметрам качества государственного управления. И уже сформулировано правильное понимание, что такое good governance, что такое добросовестное управление, что такое эффективность государства. И поскольку сегодня тема звучит именно так, что мы обсуждаем вопросы эффективности государства и эффективности государственной политики, то, наверное, просто нужно вспомнить, что такое эффективность и каким образом мы понимаем эффективность. И что такое качество государственного управления? Всемирный банк определяет качество государственного управления по шести основным параметрам. Вы сейчас видите эти параметры на слайде и вы видите рейтинг Кыргызстана в мировом качестве госуправления по вот этим вот основным параметрам. Здесь видно и правовые, и юридические оценки, которые имеет государство Кыргызстан по вот этим двум основным параметрам, связанным с законодательством. Здесь есть, вы видите, оценки по эффективности политики, эффективности работы правительства, а также по самой политике государства. И если внимательно посмотреть на эти оценки, мы видим с вами, что оценки у Кыргызстана достаточно низкие, все они в последний, наверное, третий по странам мира. Если мы видим, что выборка была 210-204 страны, то оценки 175-172, конечно же, это оценки чрезвычайно низкие. Эффективность оценки, эффективность работы правительства 149, это тоже низкая оценка. И вот если мы будем помнить об этих оценках, то, наверное, мы сможем в лучшей степени понять проблему эффективности государства, которая наиболее ярко высветилась именно сейчас, в кризисный, экстремальный, чрезвычайный период. И, поистине, наверное, даже трагичный период, который сейчас переживает наша страна, особенно в свете последних цифр по заражению, по смертности, летальности коронавируса, то это действительно, наверное, это трагедия. Хоть это эмоция, но это действительно так. Что такое эффективное государство? Эффективное государство на самом-то деле понимается в двух основных параметрах. Первый параметр — это такое государство, которое удовлетворяет общественные нужды и общественные ожидания. В нашем сегодняшнем случае самым главным ожиданием от правительства стала безопасность нашего общества, то есть пресечение процессов передачи коронавируса, спасение человеческих жизней в нашей стране. Это основная нужда, наверное, с которой сейчас, особенно в последние недели, живет Кыргызстан. Второе понимание эффективности — это наилучшее использование ресурсов, которые доступны государству. Если помнить о том, что государство — это не просто агент общества, но и носитель особой власти, носитель и обладатель особого, достаточно мощного и финансового, и административного ресурса, то становится понятным, что на самом-то деле государству подвластны достаточно большие ресурсы, которые можно использовать для достижения вот этих вот нужд, стоящих перед страной. Что мы видим сейчас? Если вы видите сейчас слайд, который показывает ежедневные случаи коронавируса, мы понимаем, что государство, столкнувшись с опасностью коронавируса, введя чрезвычайное положение в конце марта, 24 марта, 25 числа, государство ставило для себя очень важную цель пресечения распространения инфекции. Но на самом-то деле, как покажет дальнейшее наше рассмотрение, мы увидим, что именно эту цель, эта цель оказалась единственной, которую поставило государство перед собой — пресечь распространение, сдержать доступ, вернее, сдержать распространение вирусов. Но самое главное, что не было сделано, не были выполнены те основные критерии, которые ВОЗ рекомендовала для стран, вводящих локдаун. Кыргызстан, вводя локдаун, ЧП, комендантский час, закрытие видов экономической деятельности, Кыргызстан должен был поставить перед собой, правительство Кыргызстана должно было поставить перед собой гораздо более конкретные цели и целевые задачи. И вот эти цели, которые вы видите на слайде, это то, что касается, это рекомендации ВОЗ. Перепрофилирование больниц, обучение и мобилизация медработников, создание всеобъемлющих и очень мощных, современных, точных тест-систем, формирование очень четких правил карантина, самоизоляции, кого помещать на карантин, кого снимать с карантин. Формирование, создание очень мощной системы, открытой, развернутой системы информирования населения. Как показала практика, я занималась изучением этого вопроса очень внимательно до протяжения всего периода, с того момента, когда коронавирус пришел в Кыргызстан, как показала практика, фактически очень много из этого сделано, просто не было. И изучение всех решений, которые принимал Кыргызстан, показало, что фактически огромная часть, подавляющая часть этих решений, это были решения в форме так называемого бюрократического алиби. Само слово «алиби» государства говорит, «да, я знаю об этой проблеме, и я ее как бы, вот именно как бы решаю». Бюрократическое — это смысл того, что именно государство, как носитель власти, бюрократия определенной, руководитель, представитель общества, принимает именно такое вот решение, которое выступает в виде алиби. Но специфика любых бюрократических алиби на любом уровне заключается в том, что алиби никогда не решает проблему. Оно говорит о проблеме, но ее не решают. И если сейчас вы видите на слайде все признаки решений в формате бюрократического алиби, то вы понимаете, почему алиби не решает проблему, и вы, посмотрев внимательно на вот эти вот параметры, вы поймете, что действительно очень большая часть решений являлась решениями в формате алиби. Это решение «Экспост». То есть проблема пришла, нам надо ее решать. Классическое решение «Экспост» — начало июля, когда началась массовая вспышка коронавируса, вот тогда стали открываться сначала дневные стационары, потом ночные стационары, вот тогда стали закупаться концентраторы, средства индивидуальной защиты для медиков, медикаменты, хотя у Кыргызстана было 6,5 недель, чтобы подготовиться к возможной вспышке. Опора на жесткие административные методы. Очень легко запретить. На самом-то деле, действительно, запретить, ограничить деятельность — это самый простой способ решения проблем. Гораздо проще запретить, нежели позволить вести хозяйственную деятельность, но прописать при этом механизмы, такие сложные механизмы, которые пресекли бы распространение вируса на уровне любой организации. Как правило, решение, которое принимало наше правительство, Совет Безопасности, Штаб, к сожалению, это решения, которые выглядели необоснованными. Международный опыт не учитывался, оценка последствий не производилась. Европа раньше нас запретила общественный транспорт в некоторых европейских странах. Через несколько дней Европа восстановила общественный транспорт в течение всего дня, потому что слишком великая нагрузка в те разрешенные часы, когда можно было ездить в метро, трамвай и так далее, приводила к скученности народа, а это уже про ковидное решение. Ну и, наконец, последняя очень важная черта бюрократического алиби — нет механизма внедрения. То есть, если вы используете какое-то решение, вы должны показать, как оно будет реализовываться, как оно, не мы, не вы, правительство должно показать, как оно реализуется, как оно будет исполняться, кто его будет контролировать, как оценить полученный результат. К сожалению, мы видим, что вот такие вещи, они на самом-то деле не были сделаны. И что получается в конечном счете? Сами решения — бюрократическое алиби, плюс так называемые психологические ловушки, которые присущи были и членам правительства, нашим персонам, персоналиям власти. Недооценка опасности, переоценка возможного успеха, понимание того, что со мной это не случится, потому что мне повезет. Я об этом писала в своей работе, в своей статье. И поскольку в правительстве сидят люди, и наши депутаты — это тоже люди, к сожалению, они тоже являются носителями еще и вот этих психологических ловушек. Чрезвычайно низкий уровень доверия населения государства. По результатам, по-моему, 2019 года в Бишкеке уровень доверия власти 9%, в регионах на уровне 20-27%. Это исследование над спадкома. Так, в этих условиях все, что делает правительство, не находит адекватного отклика у населения, у общества. Ну и, наконец, мы не будем скрывать, коррупционная составляющая у нас в Кыргызстане достаточно велика. И в конечном счете все решения, которые принимались, оказывают опровальными и свидетельствуют о провалах государства. В конечном счете мы получаем решения с низкой эффективностью, непонятной целесообразностью. И, опять-таки, это приводит, вместо того, чтобы сдерживать инфекцию, мы распространяем коронавирус. Буквально до сих пор, обратите внимание, штаб по COVID публикует данные о том, сколько метров дорог продезинфицировано, хотя еще, если я не ошибаюсь, в апреле месяце ВОЗ авторитетно доказала и заявила в своих протоколах, что дезинфекция открытых пространств, дорог, является совершенно нецелесообразной. Людмила, извиняюсь, у вас одна минута. Да, все, я заканчиваю. Спасибо. Вот я как раз уже спасибо, что вы подсказали. Что в этом случае нужно вырабатывать, что нужно восстанавливать или что нужно просто создавать? Можно прежде всего понимать, что поскольку COVID пришел к нам надолго, нужно научиться все-таки прогнозировать, принимать решения заблаговременные и превентивные. государство должно стать прозрачным, подотчетным. Но очень важно, и я чувствую, что это будет переход как раз к следующему докладчику, необходимо понимать, что если государство не справляется с решением каких-то вопросов, а проблема стоит очень сложная, для нас она впервые. И совершенно понятно, что какие-то моменты правительство просто не может, не знает, как поступить с этими проблемами, то нужно ориентироваться на сотрудничество с бизнесом и на сотрудничество с гражданским обществом. У нас в Кыргызстане традиционно очень сильное гражданское общество. И в данном случае государство должно полностью поменять свое отношение к гражданскому обществу. Гражданское общество не оппонент нашему правительству, а партнер. И если удастся объединить усилия для того, чтобы справиться вот с этой действительно бедой, то Кыргызстан может справиться. Но для этого нужны интегрированные усилия. Ну и вот на этом вопросе я бы хотела закончить. Так, сейчас я должна... Да, сейчас уже я, да? Хорошо, спасибо большое. Если будут вопросы, я с удовольствием отвечу. Спасибо вам огромное. Очень интересный доклад. Вопросы у нас будут в конце, после выступления всех спикеров. Да, очень интересный доклад. Вы ввели такой интересный термин, который объединяет все ошибки, которые были созданы в создании алгоритмов, бюрократическое алиби. Также начнулись игнорирование рекомендаций, в частности, ВОЗ. И данные, ваши рекомендации, они очень реальны. Их несложно будет имплементировать, в частности, по отношению улучшения сотрудничества. К сожалению, с гражданским обществом, ну, это, наверное, тоже мировая проблема. Это не только мы не сотрудничаем, если брать общество, то страны между собой также не сотрудничают. У нас, спасибо вам большое, следующий спикер, Зарина Макен, пожалуйста, вам слово, у вас 10 минут. Ильхом, благодарю. Здравствуйте, коллеги, уважаемые слушатели. Госпожа Асанова действительно отметила, ранее озвучила правильные шаги, в идеале, как должно поступать наше правительство. К сожалению, из того, что я для себя здесь сделала заметки, я полагаю, что можно даже предположить, что около 40% того, что было бы правильно сделать, она, к сожалению, не сделана. И мое выступление, оно, наверное, будет больше говорить про те шаги, про консолидацию гражданского общества, бизнеса, самого населения и какие-то шаги, которые предпринимаются для того, чтобы совместно работать с правительством. Больше будет акцент именно на действия гражданского общества. Я с 16 лет занимаюсь волонтерской деятельностью, как-то вовлечена в эту деятельность по гражданской активности, но по моему опыту, это, наверное, первый опыт такого глобальной консолидации, когда абсолютно все работают в такой синергии для того, чтобы преодолеть это непростое время для нашей страны. Я полагаю, в наших соседних странах, дружеских народах, происходит то же самое. Но, на мой взгляд, здесь идет колоссальная консолидация именно всего населения. Вот если, например, говорить, что во время карантина, во время введения чрезвычайного положения гражданское общество больше было ориентировано на распределение продуктов, то есть это была продуктовая какая-то помощь, сейчас вот наблюдается, что помощь, она больше сместилась в сторону помощи врачам, то есть обеспечения средствами индивидуальной защиты, оснащения стационаров, это помощь по доставке лекарств, это помощь даже вот с выездом на дом, когда волонтеры на своих машинах, на личном транспорте доставляют кислородные концентраторы на дом всем, кто нуждается. Здесь идет колоссальный сбор средств, потому что, несмотря на то, что где-то есть официальные движения, как БИС, Барбис, Ассоциация ДЖИА, много других организаций, которые объявили сбор средств, в том числе и представителей шоу-бизнеса из различных сфер деятельности, но тем не менее я знаю, что очень много людей, которые напрямую сами оказывают какую-то посильную помощь нуждающимся. В данное время я не могу наблюдать, к сожалению, что есть такая желательная бы сотрудничество между гражданским обществом и правительством, так как уже госпожа Хасанова ответила, что очень низкий процент доверия к самим государственным структурам. Наблюдается, что сами гражданские активисты не желают идти на сотрудничество, это и связано с коррупционными составляющими и с тем, что многие, скажем, политические лица уже не оправдали себя как доверенное лицо. Здесь больше наблюдается совместная работа гражданского общества, населения и бизнеса. Сейчас бизнес наиболее активный, я думаю, господин Акинеев об этом подробнее скажет. И если напомнить ситуацию, то, что происходило до введения чрезвычайного положения и вот этого пика эпидемии, как раз-таки наблюдалась активная такая негативная реакция со стороны гражданского общества. Это были и митинги реакции, это были и движения, которые высказывались против каких-то принятых решений правительства. Как вы знаете, что митинг запланирован на 13 июля, он был не сорван, а активисты были задержаны. Хотя одно из требований, это был перенос выборов, которые назначены на осень этого года в парламент. Это также были подробные отчеты по средствам, которые получило правительство от международных организаций. Там было достаточно много требований, которые могли бы, может быть, показать эффективность действия настоящего действующего правительства. Но, к сожалению, этот митинг не состоялся. И это, наверное, все-таки сказалось на том, что в данное время само гражданское общество очень неохотно идет на совместную работу с правительством. Но интересно, что в некоторых районах на местном уровне гражданские активисты, я, например, знаю, что на Иссыкуле ребята, как Идиль Аджибаев, Эльдар Шабданов и так далее, они очень хорошо взаимодействуют именно с местными властями. То есть, может быть, это можно сказать, что здесь на центральном уровне, то есть на центральных аппаратах нет такой активности, активной работы между гражданским обществом. Но на местах, на уровне Ай-Лук-Ной-Тю получают очень большой отклик и посильную помощь, которая оказывается именно представителями местного сообщества. Также, если говорить не только про совместную работу, но еще и про противостояние государства и гражданского общества, также существует мнение, которое подтверждается тем, что сейчас идет подавление информации и СМИ третьими силами. Можно ли заявлять о том, что это действительно идет со стороны государственных органов, здесь выверять это нельзя. Но, тем не менее, очень много наблюдается, когда подвергается атаке страницы Фейсбука, когда удаляется видео, когда, мягко говоря, своровываются страницы, взламывается аккаунт каких-то гражданских активистов, это стало достаточно частым явлением. Критика в сторону действующей власти, она пресекается третьими лицами. Здесь невозможно сказать, точно ли это или нет, как цитируя известную фразу, дайте факты. Здесь хочется также отметить, что большая помощь идет со стороны наших соотечественников, которые находятся за рубежом. Я даже вот от своих коллег из Москвы постоянно получаю сообщения о том, что вы, наверное, из Кыргызстана подняли на уши всю Москву, потому что сейчас в аптеках абсолютно нужные лекарства скупаются именно сообществами из Кыргызстана, бизнесменами из Кыргызстана. Точно такая же работа ведется, видимо, в Турции, что вся необходимая помощь поступает, посильная необходимая помощь поступает также из Турции. Вы наверняка уже встречали в средствах массовой информации, что сейчас приезжает очень много наших соотечественников, врачей, работавших в Турции, в России, и тоже такой трансфер помощи организовывается совместно с гражданским обществом и бизнес-ассоциациями. По поводу рекомендаций. Рекомендации здесь, как я уже отметила, помощь сейчас поделилась на такие две большие ветви. В одной стороне больше идет уклон в помощь врачам, оснащение стационаров, помощь в поставке лекарств. И, насколько я знаю, некоторые организации, они продолжают продуктовую помощь нуждающим, потому что в любом случае экономический кризис сказался практически на всем населении, сказался очень негативно, но информационную деятельность ее ведут каждый как может, как и государственные органы, так и гражданское общество, потому что сейчас очень большое внимание, я думаю, 90, может быть, 8% всех усилий занимает именно помощь медицинскому сектору, медицинской составляющей. Но информационную составляющую никто вот так и не взял, и, наверное, просто не хватает ресурсов для того, чтобы информировать население о том, чтобы добиваться через информационные каналы того, чтобы люди все-таки соблюдали меры предосторожности, по возможности самоизолировались, соблюдали все предписания, которые уже известны от наших эпидемиологических служб. Такой вот совместной и нужной работы не ведется со стороны как и государственных служб, так и гражданского общества. И сейчас уже отголоском некоторые мои коллеги из гражданского общества начинают поднимать этот вопрос, что делать с той помощью, которая останется после эпидемиологического, то есть после этого пика кризиса. Это те же самые кислородный концентратор, это те же самые аппараты ИВЛ и многое другое оборудование. Насколько я понимаю... Зарина, у вас минута, извиняюсь. Я заканчиваю, спасибо, Ихо. И как раз таки учет этого оборудования здесь, наверное, больше склоняется к мнению, что все-таки не передавать это, скажем, официальным представителям то же самое здравоохранение, того же самого здравоохранения. Поэтому здесь, наверное, будет еще наблюдаться консолидация самих разных движений, когда они закупали это оборудование и как-то его использовать опять же во благо населения. У меня все. Благодарю за внимание и хочется в это трудное время для наших стран, для нашего народа, для братских народов пожелать в первую очередь терпения, сил и чтобы мы вышли с наименьшими потерями для наших стран. Благодарю. Спасибо большое, Зарина. Действительно, многие подчеркивали способность самоорганизации каргызского населения, волонтерской деятельности. Существуют определенные проблемы действительно с сотрудничеством самим государством. Иногда есть какие-то препятствия со стороны государства. Иногда бывает, что со стороны волонтеров у нас есть большое желание, но нет каких-то определенных знаний, что может вылиться в какие-то трагические процессы, как недавно один врач скорой помощи говорил, что да, волонтеры хорошо, самоотверженно идут, помогают, но при этом они должны быть аккуратны и соблюдать меры предосторожности. И вот ваши рекомендации, что делать потом с собранными средствами. Может быть, в этой панике многие скупят лекарства, которые потом будут необходимы, будут необходимы другие препараты. Здесь, наверное, тоже нужно будет какое-то прогнозирование. Следующий спикер у нас Азамат Акнеев. Пожалуйста, вам слово. У вас 10 минут. Тема доклада «Антикризисные действия правительства по спасению экономики в условиях пандемии». Спасибо большое, Эльхом. Добрый день всем участникам, спикерам. Наверное, я тогда больше буду рассказывать здесь до меня докладчики больше говорили про меры против непосредственно самой эпидемии. Я, наверное, тогда уже больше остановлюсь на мерах по экономике, потому что это, на мой взгляд, более такая проблема сейчас глобальная, перед страной стоит. Судя по всему и судя по тому, что мы сейчас слышим, так или иначе, к несчастью, и по прогнозам так называемой Оксфордской группы, которые недавно были опубликованы. Так или иначе, мы все, наверное, скоро переболеем, и этот вопрос решится, да, сам по себе, но станет вопрос, что нам делать дальше, как нам жить дальше. И вот тогда на первый план выйдет именно кризис в экономике. Вот недавно буквально вышли цифры Национального статистического комитета по итогам полугодия. у нас спад ВВП более 5%, если убрать месторождение Кумтор, то на уровне 7%. Это по итогам полугода. И вот эти прогнозы, которые раньше делались, что во второй половине года начнется восстановление экономики, сейчас мы уже видим, что, скорее всего, этого не произойдет. Возможно, будут наоборот усиляться карантинные меры. и в связи с массовым заболеванием, естественно, что экономическая активность будет падать. То есть, наверное, к концу года мы выйдем примерно с такими же или даже с большим падением ВВП. Если брать исторически, то это те темпы падения экономики, которые Кыргызстан испытывал в последний раз в начале 90-х годов. То есть, люди, которые здесь постарше, я думаю, они должны помнить это время. когда абсолютно не было ни у кого работы и не экономической активности, люди просто переходили в режим выживания. Лишь бы была возможность купить какие-то продукты. То есть, вот это падение экономики, оно будет достаточно серьезное и масштабное. что может сейчас сделать правительство. Я здесь тоже не соглашусь с мнением с тем, что правительство допустило какое-то очень большое количество ошибок или злоупотреблений. Я работаю достаточно плотно с госорганами, которые отвечают за экономику последние несколько месяцев. И поверьте, там есть очень искреннее и большое желание помочь, то есть, что-то сделать. Люди все равно выходят на работу, люди переживают, люди стараются. Но вот, к сожалению, просто вся наша система госуправления, и включая, конечно, экономический блок, она была просто не готова к кризису таких масштабов. То есть, при всем даже желании, меня, например, в отличие от достаточно многих людей, абсолютно не удивляет то, что сейчас происходит. У нас, честно говоря, не могло быть по-другому. То есть, наша система принятия решений, наше, скажем так, инструмент, у нас, у правительства, у него объективно нету никаких инструментов, чтобы как-то реально влиять на экономику. По сути, наш бюджет, например, если вы на него посмотрите, это бюджет выживания. Мы там собираем какие-то деньги, получаем какую-то помощь и затыкаем самые-самые такие дырки. Большая часть бюджета уходит просто на функционирование государственных органов, на функционирование бюджетных учреждений, там, на выплату пенсий, на выплату зарплат бюджетникам, у правительства нету никаких резервов, в отличие, например, от наших соседей. У нас нету никаких реальных рычагов на то, чтобы как-то помочь предпринимателям. И поэтому сейчас в условиях кризиса это был как своеобразный такой стресс-тест для нашей системы госуправления, это все и вышло наружу. Я вообще не могу понять, как вот здесь люди, которые более-менее разбираются, как у нас вообще работает государство, как работают наши государственные органы, что они могли ожидать чего-то лучшего. Не знаю, любую, если возьмем сферу, которая сейчас страдает, хоть медицину, хоть экономику, хоть социальную сферу. Я, например, был уверен, что так все и произойдет. И, к сожалению, конечно, в ближайшее время это все изменить невозможно. Наши государственные органы так и будут работать. Что выявил этот кризис? Какой государственный орган смог более-менее реально что-то предпринять? И мы видим, что это был Национальный банк. Национальный банк, он изначально в нашей системе госуправления стоит немножко особняком. Это независимый институт. Там достаточно сильные кадры, они сохраняются, там у них есть ресурсы, резервы, и достаточно есть механизмы управлять финансовой сферой. И вот мы как видим, что единственное, кто что-то смог реально что-то сделать, это был Национальный банк. Он дал указания нацбанки, то есть наши банки, финансовые учреждения, они достаточно быстро это выполнили. Люди получили возможность не платить какое-то время основную сумму кредитов. Сейчас проводится кредит на аукционы, то есть здесь институт, у которого был хоть какой-то потенциал, этот потенциал и проявился. Но к сожалению, в отличие от Национального банка, у Министерства экономики, у Министерства финансов, у установки, установки, у установки, проявлений, у у министерства, у министерства, нету, ни рычага, азамат, извиняюсь, вас плохо слышно. потенциалов, ни механизмов, ни инструментов, как-то поэтому нам, к сожалению, и потом будут проведены вопросы. Слышно? Да. Теперь лучше. У меня, к сожалению, был сбой связи, я сейчас не в городе. Давайте я, наверное, закончу, наверное, уже. Я думаю, что сейчас реалистично можно сделать, в первую очередь, это правительство, чтобы помочь предпринимателям, чтобы как-то смягчить этот экономический кризис, естественно, что нужны ресурсы. У нас сейчас у правительства нет своих ресурсов, это могут быть только заемные средства, мы должны выходить на рынок, правительство должно выходить на международный рынок, на внутреннем мы уже, по-моему, заняли все, что можно, мы должны постараться все-таки влить деньги в экономику любыми способами, даже с риском того, что это будет влиять на устойчивость нашего долга в перспективе, но если сейчас этого не сделать, если сейчас правительство не изыщет какие-то средства, то мы попадем просто в коллапс, да, то есть у нас может наступить не просто экономический кризис, а просто коллапс экономики, потому что резервы у бизнеса они безграничны, по нашим сведениям, нашего совета, уже сейчас очень большое количество предприятий уже, можно сказать, обанкротились, они даже продолжая работать, по сути, они уже банкроты, то есть надо использовать максимально все резервы, у нас есть резервы у национального банка, в максимальном уровне, нужен механизм, часть этих резервов использовать для поддержки экономики, несмотря на то, что у нас банк, конечно, то есть здесь нужна политическая воля, и тоже непопулярное мнение, я считаю, что вот эти резервы, у нас у правительства есть актив, это акции Центеры, сейчас цена золотобывающих компаний растет, я думаю, что у нас нет другого выхода, чтобы полностью или частично использовать эти деньги на поддержку экономики, спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Азамат, действительно было интересно послушать человека, который непосредственно работает и связывается с представителями правительства. Ну да, у нас, вы правильно отметили, что ресурсы не безграничны, внутренние ресурсы, и будет необходимо выходить на международный рынок, брать, наверное, взаимы опять денег. К сожалению, у нас общество, любое решение государства, ну государство по сути сейчас в таком патовом положении, любое их решение воспринимается с критикой, и тем более возможно, что вот продажа этих активов тоже может быть воспринято или интерпретировано, ну и в этой связи это будет действительно требовать каких-то смелых политических решений, основанных на такой сильной политической воле. спасибо большое, что рассказали, поделились про государственные институты, было тоже интересно узнать про, в частности, про Нацбанк. До этого многих сложилось впечатление, что у правительства нет желания, на самом деле я все чаще-чаще слышу, что действительно у них есть желание, они хотят, они также состоят из какого-то штата, который тоже может заразиться коронавирусом, тоже может болеть, соответственно, человеческий ресурс становится меньше, все это накладывается, и плюс отсутствие каких-либо инструментов для поддержки бизнеса тоже ставить в такое тупиковое положение. Спасибо большое еще раз. Передаю слово следующему спикеру Сыргак Арзематов, член правления общественного объединения Ассоциаций юристов Кыргызстана. Пожалуйста, вам слово. Спасибо, Ильхам. Надеюсь, меня хорошо слышно. Действительно, очень интересные доклады были, особенно мне понравился доклад Людмилы Хасановой, действительно, был такой научный подход ко всем действиям нашего правительства, нашего штаба. Ну, по ним хотелось бы тоже чуть-чуть пройтись. Ну, историю развития пандемии, я думаю, что уже нету смысла пересказывать. Потому что в нашей стране как это было, все было подробно рассказывалось в средствах массовой информации, постоянно давали статистические информации в средствах массовой информации. Но следует остановиться на двух этапах. Первый этап это режим чрезвычайного положения, а второй это после режима чрезвычайного положения. Очень много критики звучало в адрес правительства и республиканского, штаба и в некоторых случаях это была обоснованная критика. Первый шквал критики в основном был в адрес штаба и комендатуры в период режима чрезвычайного положения. И содержали они в основном себе экономические и социальные вопросы. Ограничения не были введены постепенно и поэтапно. Весь бизнес и вся экономическая деятельность была моментально сразу остановлена. Бизнес не был готов к резкой остановке всей своей деятельности. Я не говорю уже про физические лица, про индивидуальных предпринимателей, попытников, обычных работников и разнорабочих. Никто не был к резкому остановлению своей деятельности. Потом это длилось уже два с половиной месяца. Неорганизованность государственных органов, комендатуры и муниципальных органов чуть не привели к социальному взрыву, поскольку социально уязвимые слои населения практически остались без продуктов питания. Действительно, волонтеры тоже очень большую помощь оказывали. Всем это нужно подчеркнуть, что помощь была оказана максимально хорошо. К примеру, не был своевременно организован даже транспорт для наших медиков. Если комендатура останавливает общественный транспорт, то нужно было организовать транспорт для медиков. Штаб и комендатура начали оперативно вносить изменения и со временем организовали транспорт. Потом начал возмущаться бизнес, поскольку вместе с ограничением движения и ограничились поставки товаров народного потребления. внедрили пропускной режим, но всем этих пропусков не хватило. На местах люди начали самостоятельно брать на себя функции государства, чего не было ни в одной стране мира. Люди с одобрения местных властей стали устанавливать блокпосты и ограничивать конституционные права людей на свободное перемещение. Даже в тех местах, где не было режима ЧП, там были установлены блокпосты. Примеров очень много, фактов очень много, возмущений очень много было. Это все говорит о том, что перед введением чрезвычайного положения не были отработаны пошаговые действия со стороны уполномоченных лиц. Еще раз подчеркиваю, что речь не идет о целесообразности ведения чрезвычайного положения. Речь идет о координации и взаимосвязи органов, о способности госслужащих оперативно решать возникающие проблемы и последствия после принятых решений. После снятия режима ЧП все побежали, конечно же, исправлять ситуацию, восстанавливать свой бизнес, нужно было вообще полностью восстанавливать экономику. Все внимание государства было направлено на спасение бюджета и ликвидацию последствий. Но тем временем из-за халатного отношения и самого населения, тоже это надо признать, или из-за неосведомленности о мерах предосторожности, какие они должны предпринимать при появлении первых симптомов, стал результатом резкого увеличения заболевших, что мы сейчас в настоящий момент видим. Второй наплыв недовольства критики и действительно последовало после увеличения числа заболевших и смертельных случаев. Все задаются вопросом, и до меня спикеры тоже подтверждали, почему не было соответствующей подготовки системы здравоохранения. Много вопросов повлекло себя назначение распределения денежных средств, донорской помощи, для чего был наведен режим чрезвычайного положения, если не успели подготовиться. Я думаю, все сейчас задают себе этот вопрос. Думаю, настало время спросить, почему у нас в государстве так творится, и у меня складывается лишь одна мысль, что мы тушили пожар без пожарников. Пожар есть, но пожарников нет. Даже если есть пожарники, них нет соответствующей техники. Вот такой элементарный пример. сложившаяся проблема эффективности госуправления в нашей стране, по моему мнению, кроется в кадровой политике государства. Данная ситуация возникла не сегодня и не вчера, а является результатом тянувшейся годами неправильной кадровой политики государственного управления. Мне кажется, что я всех членов правительства не говорю, что они не работали, но все равно республиканскому штабу не хватало квалифицированных специалистов, которые могли бы спрогнозировать все эти риски и оперативно принимать решения без бюрократической волокиты. Пандемия обнажила всю эту неготовность кадрового управленческого состава локализовала чрезвычайное положение в стране. Безусловно, я не отрицаю сильного влияния экономического состояния нашей страны, но все эти вопросы тоже связаны с человеческим фактором, с кадровым управленческим составом, который у нас сейчас имеется. Во время пандемии наши управленцы пошли по пути вертикального управления и централизации власти. С учетом того, что штаб не принимал оперативного решения, можно заключить, что не было стратегии понимания, каким образом действовать в разных временных промежутках. Ниже стоящие центры принятия решений поздно получали ответы на свои вопросы и были вынуждены ждать, так как не было понимания, куда плывет эта лодка. Также очень важный вопрос это недопущение социальных взрывов в таких ситуациях. Потому что населению нужно было четче и открыто информировать о планах, которые собираются реализовать наше правительство и работать в связи слоями населения, инвалидными, многодетными семьями. Это в первую очередь. Народ должен понимать, почему в тех или иных ситуациях государство принимает такое решение, почему оно ограничивает что-либо. Не была доведена соответствующая информация до всех граждан. Почему такие меры предпринимает государство? Осведомленность народа очень слабая была. Людмила подчеркнула, что это недоверие, но в такой ситуации, я думаю, все бы начали доверять и верить, если они открыто давали всю информацию. Согласно реестру о государственных и муниципальных должностях Крыльевской Республики существуют следующие виды должностей. Это политические государственные должности, специальные государственные должности, политические и муниципальные, административно-государственные и административно-муниципальные должности. Также согласно закону о государственной гражданской службе и муниципальной службе административные должности подразделяются на следующие группы. Это важная должность, главная должность, старшая и младшая. Потом эти тоже отдельно распределяются. Согласно нашей статистической информации численности государственных служащих и муниципальных служащих на 31 декабря 2019 года выглядит следующим образом. Политические государственные должности 99 единицы, специальные государственные должности 512 единиц, административно-государственные должности 16 871 единица, политические муниципальные должности 521, административно-муниципальные должности 9 229 единиц, и это только государственные и муниципальные служащие. Общее количество государственных и муниципальных служащих составляет 27 232 единиц. Я не владею информацией об заработной плате, меня интересует качественный состав такого большого количества государственных и муниципальных служащих. Действительно ли на соответствующих должностях сидят профессионалы своего дела с соответствующей квалификацией и опытом работы? Проводится ли соответствующая аттестация и аккредитация государственных служащих, повышение квалификации, снабжение необходимыми средствами? Вот все эти вопросы нам нужно найти. Даже если мы найдем готового специалиста, придет ли он на такую маленькую зарплату работать в государственной службе? Вот в чем вопрос. Поэтому нам нужно развивать институт государственной службы. Нужно всех специалистов, которые и систему образования тоже направлять, чтобы готовили готовых, опытных государственных служащих, нужных специальностей и нужные квалификации. Вот в чем вопрос. В законе о государственной службе заложен основной принцип. Оно основывается на единстве и целостности системы госуправления и действует на принципах профессионализма, компетентности и инициативности. Ну, я думаю, что настало время насчет реализации всех этих принципов. Я думаю, что наше общество тоже созрело для реформ. И в настоящее время слишком много критики тоже высказывается в адрес выборов. Я на самом деле, наоборот, поддерживаю, чтобы выборы состоялись. Это тот момент, когда наше общество действительно выберет себе нужных, готовых, сильных депутатов, которые потом сформулируют сильное, качественное правительство, которое будет реформировать вообще государственную службу целиком. И когда эти государственные служащие, муниципальные служащие в такой период, в чрезвычайных положении, в разные моменты будут оперативно, надежно работать и таких последствий, чтобы больше не было. Спасибо всем за внимание и всем здоровья. Спасибо большое, Сергей. Действительно, вы тоже коснулись системных проблем, которые существуют в нашем государстве. Как до этого отметил Азамат, на решение данных проблем уходят годы. Но существуют какие-то частные, не такие системные проблемы. Например, в координации республиканского штаба, как вы говорили, принимают одно решение, на следующий день отменяют. Иногда были поспешны, непродуманы. Иногда отсутствовала координация между государственными органами и ведомствами, когда одни говорят, что вы можете прийти сдать декларацию, а другие говорят, что нет. Действительно, в этом плане нужно было поработать. Если тогда мы говорили, что для государства это абсолютно новый процесс, с которым они столкнулись, новая проблема, до этого не было подобного опыта, то теперь мы уже более-менее понимаем, привыкаем и тем более знаем, что в будущем мы, возможно, столкнемся еще с большими проблемами. Вот тут-таки и стоит главный вопрос прогнозирования и понимания, с чем мы можем столкнуться, чтобы хоть как-то минимизировать негативные последствия и риски. Спасибо большое, уважаемые эксперты. Мы закончили с докладами и переходим к сессии вопросов и ответов. У нас тут три вопроса, а точнее два вопроса, один комментарий. Первый – это Адаби Гаим. Она спрашивает, почему от государства такие непрозрачные коммуникации, и что мы, обычные люди, можем с этим сделать. И следующий вопрос, он тоже как-то взаимосвязан, это об отчете по полученным средствам из-за границы. Мы и комментарии, мы же не можем все оставшееся время жить за счет кредитов. Вот два вопроса, там нет конкретного адресата, поэтому, уважаемый эксперт, вы можете просто мне сигнализировать, если вы хотите на них ответить. Можно, да, я, по использованию средств? Ну да, на самом деле, очень большая критика поступает, что выделенные средства, всего выделено около 600, получено около 300. Почему эти деньги были использованы на покрытие текущих расходов бюджета? Почему они полностью не были направлены на сферу здравоохранения, на подготовку больниц, специалистов, закупку медикаментов? Ну вот здесь, ну сейчас задним числом, да, конечно, мы можем сказать, что это была ошибка. То есть просто не было достаточно вам, скажем так, прогностического потенциала, скорее всего, в правительстве, в Реслюкосстабе. На тот момент у нас же было очень мало зараженных, больницы пустовали. То есть на тот момент начать открывать новые, да, еще места дополнительные. При этом перестав выплачивать зарплаты бюджетникам, то есть тем же самым учителям, милиционерам, пенсионерам. Представляете, да, какой это вот был. Это чтобы принять такое решение на тот момент, и даже за счет того, что бюджетная сфера перестанет получать свои зарплаты, это вот насколько нужно иметь уверенность, да, в этом всем. И насколько это должно быть, скажем так, решение. Если бы кто-то ошибся, да, то у нас же сейчас система госуправления так сложена, да, что у нас за ошибки сейчас людей даже не то, что иногда увольняют, да, сейчас нас уже начинают сажать, да. То есть вот этот страх принятия решений – это одна из таких достаточно серьезных системных проблем нашего госуправления. А по поводу вот кредитов, сейчас я так скажу, да, что это абсолютно нормальный процесс. Если вы посмотрите на США, на Европу, на другие развитые страны, даже они сейчас берут, не как мы сотни миллионов долларов, да, кредитов, они берут триллионы долларов кредитов и вливают их в экономику, просто раздают деньги людям. То есть это именно вот то, что нужно делать, да, вот в такой тяжелой ситуации, да, то есть максимально пытаться использовать вот ресурсы, потому что когда это делать, как никогда не сейчас, да, то есть если мы в обычное, да, время, в мирное, да, время берем долги, да, то есть у нас, вы знаете, да, что у нас очень многие сферы финансируются за счет кредитов, то когда мы попали в такую катастрофическую ситуацию, сейчас не брать кредиты, это просто невозможно. Другой вопрос, конечно, что они должны использоваться более эффективно, и насчет коммуникации я согласен, что у нашего, у наших госорганов очень слабый потенциал, именно простыми словами, понятными, с помощью вот современных методов через соцсети, через какие-то очень простые там вещи, просто донести до людям правильную информацию, потому что, ну, потенциал у народа не все же экономисты, не все же финансисты, нужно, если, это же основной закон, если ты что-то не можешь объяснить, то виноват объясняющий, да, а не тот, кому объясняют, да, то есть я думаю, что здесь это тоже все упирается в потенциал наших госорганов. Спасибо большое Азамат за, что внесли в ясность по вопросу о кредитах. Так, Людмила, вы хотели... Можно, да. Я вот хотела буквально несколько слов сказать про информированность, тем более, что Азамат как раз только что говорил о таком каком-то ограниченном потенциале государства в разъяснении многих вопросов. Да, это действительно так. Мы нашему населению, особенно в регионах, очень трудно получить достоверную информацию о том, что происходит, чем опасно, в чем проблема, почему нужно носить маски. И вот здесь было бы замечательно, если бы рупором вот этой информации стало, может быть, не правительство, не политики, которым действительно очень низкий уровень доверия, а, может быть, стали бы действительно гражданские активисты, политики нового поколения, которым доверяют граждане нашей республики. Но для этого нужно проводить какую-то координированную политику. То есть в этом смысле государство может говорить, что нужно донести, а гражданское общество и активисты могут предлагать форматы донесения этого. И те волонтеры, которые сейчас работали, ведь, знаете, иногда я смотрю, оглядываясь назад, если бы эти же самые ребята-волонтеры, студенты медики, если бы, вот, например, мои студенты, представители движения «Энактус» в Славянском и в других вузах, если бы они после отмены чрезвычайного положения, когда ушли патрули с улиц, если бы они пошли как гражданские патрули и разъясняли бы людям на улицах, на променаде, на Южной магистрали, если бы они разъясняли, что опасность все-таки еще существует, и если бы это исходило от простого общества, от простых людей или активистов гражданских, мне кажется, это имело бы довольно неплохой эффект. А пока вот был тут вопрос, что мы, простые люди, можем сделать. На самом-то деле, очень большая доля ответственности лежит на каждом из нас. Положа руку на сердце, кто делает замечание, если вы видите человека без маски в магазине? Согласитесь, да? Делают замечание, но очень немногие люди. Кто показывает, что это опасно? Ну вот сейчас, да, сейчас мы понимаем, мы просто видим, какое количество летальных исходов. Мы должны сами оценить эту ответственность, потому что сегодня мы как-то вот, я сама начала с критики правительства, но мы должны понимать, что не только государство, правительство стало, не только его действия стали, скажем так, вот одной из причин вспышек. Мы сами в какой-то степени допустили это. Нужно понимать сама ответственность, не нужно все списывать на правительство. Мы ищем источники информации. У нас есть огромное количество социальных сетей и сайтов, блогов, где эта информация распространяется. Значит, нужно искать, она есть. Может быть, активизировать, может быть, действительно подключиться к правительству, чтобы оно сказало, пожалуйста, пропагандируйте вот эту весть, вот эту весть, вот эти вот месседжи. И если этот месседж будет исходить от людей с доверием, то это сработает. Я уверена, что сработает, потому что кыргызстанцы народ замечательный. И все хотят, чтобы их родственники были здоровы и живы. Все. Спасибо большое. Так, из спикеров никто больше, если... Я не вижу. Действительно, вот то, что вы сказали про меры безопасности, к сожалению, пока народ сам не столкнулся, он не поверил. В эту опасность. Сейчас, если посмотреть, то люди больше изолируются, чем в начале, когда вводили карантин, когда проводилась информационная работа. Что касается коммуникации, правительство, ну, не только правительство, а, наверное, и самого главы государства, играет немаловажную вещь, потому что без общественного доверия, как Азамат заметил, не будет вот этой уверенности в принятии решений. А иногда они должны быть непопулярными, несмелыми. И вот один из инструментов, возможно, будет эффективная коммуникация с населением, правильное донесение принимаемых решений. К сожалению, опять-таки, да, любое действие воспринимается с критикой. То же самое видео обращение президента, оно подразумевалось на снятие какой-то напряженности, что президент должен был немного вселить уверенность. Оно вызвало обратный эффект. Потом это видео удалили, обратно перезалили, только ухудшили ситуацию. У меня вот такой вопрос, наверное, к Людмиле вам и Зарина к вам. Каждый эксперт практически отметил о важности прогнозирования. Людмила, вы тоже в своей презентации очень хорошие прогнозы сделали. Вот сейчас мы тоже не знаем, как Азамат сказал, в самом начале, кто бы мог подумать, что мы столкнемся с такой эпидемиологической ситуацией, когда больницы будут переполнены. А сейчас, учитывая, что мы ограничены в человеческом ресурсе, мы ограничены в каких-то квалифицированных кадрах, возможно, я не утверждаю, в правительстве. Может быть, на основе какой-то волонтерской деятельности есть ли у нас потенциал создать вот такой орган, не государственный, а какой-то орган добровольный, который бы занимался прогнозированием. спасибо. А Людмила или кто-то другой из экспертов не могли бы вы ответить? Ну вот, Ильхом, позвольте, я начну, если Зарина потом вдруг что-то захочет дополнить. На самом-то деле, подобный орган, экспертный, у нас же в Кыргызстане есть. Это, по крайней мере, медицинский в сфере здравоохранения. Это научно-консультативный совет. И если вы следите за новостями, то, наверное, вы увидели, что буквально, по-моему, если я не ошибаюсь, позавчера было опубликовано через прессу, в прессе было опубликовано обращение членов вот этого научно-консультативного совета о том, что необходимо, во-первых, объединить вот эти случаи вне больничной пневмонии и ковида, и о том, что необходимо разработать соответствующие протоколы лечения, поскольку выясняется, что текущая актуальная пневмония, которая сейчас у нас идет в Кыргызстане, это не обычная вирусная пневмония, не бактериальная пневмония, и ее нужно лечить, как показали медики в этом обращении, ее нужно лечить очень строго, и ее лечение совсем отличается от лечения обычной пневмонии. Вот возникает еще такой вопрос, почему консультативный совет был вынужден обратиться через прессу, а не напрямую в штаб, в республиканский штаб по ковиду. То есть это означает уже, что не налажены контакты. Потом, насколько я помню, была группа исследователей, которая прогнозировала, на основе знаний мировой практики, она рассказала о четырех моделях преодоления коронавируса, отнесла к Кыргызстан, судя по тому, как все выглядело к третьей модели преодоления коронавируса. Эта третья модель заключалась вот именно вспышки после снятия ограничений. То есть аналитики есть, прогнозы делаются. Самый простой прогноз может сделать обычный человек, если он заглянет на сайт Джонса Хопкинса, университета Джонса Хопкинса. Это основной сайт, где мы сейчас все берем информацию о ковиде в мире. И на этом сайте показано, что если даже смотреть, вот я, когда готовилась к сегодняшней встрече, смотрела данные по странам с высоким уровнем качества госуправления, то есть не наш 135-й, 175-й рейтинг, а я смотрела страны с первого по десятый рейтинги. Даже эти страны, а это развитые страны Европы, это Сингапур, если не Европа, это Скандинавия, Северная Европа, даже эти страны при всем своем высоком качестве управления, высоком уровне доверия правительству, совсем другой менталитет, там люди более строго относятся к своему здоровью. Если им сказали не выходить на улицы, они не пойдут на эти улицы. Даже эти страны справляются со вспышкой на протяжении трех месяцев. То есть нам предполагать, что мы сейчас буквально в несколько недель приостановим или остановим эпидемию коронавируса в Кыргызстане, об этом говорить ни в коем случае нельзя. И делать такие оптимистические прогнозы тоже нельзя. Нужно понимать, что это надолго, и нужно с этим справляться. Я к тому, что Ильхом хочу сказать, что и есть и прогнозы, и есть аналитики, только почему-то нет интегрированных усилий, чтобы штаб запрашивал эти прогнозы, чтобы он пользовался этими сведениями, чтобы на основании этих советов медиков, специалистов, профессионалов с нашим, ну, не мировым, но отечественным именем, чтобы прислушиваться к этому мнению. Но вот, к сожалению, такой консенсус так и пока не налажен. Может быть, вот мы учимся на ошибках, да? Вполне возможно, что вот та ситуация, в которой мы сейчас находимся, возможно, это поможет нам извлечь какие-то уроки. Мы все учимся, мы все извлекаем уроки, и все извлекут сейчас уроки. И правительство, и мы сами, и мы сами. Спасибо. Разрешите добавить, да? Да. Можно. Насчет прогнозирования. Я тоже сам работаю в страховой компании, во многих, во всех мировых страховых компаниях есть такие, как анграйперы, грубо говоря, ну, риск-менеджеры, которые высчитывают все риски, в том числе и в банках такие сотрудники имеются, те же самые сильные математики, актуарии с высшим образованием, математики, они очень хорошо работают со статистическими данными. И на основании этих данных можно без проблем прогнозировать, сколько людей заболеет, сколько еще нужно, сколько месяцев. Все это можно без проблем спрогнозировать. И действительно, Людмила Хасанова подчеркивает, у нас в стране очень много таких специалистов, которые могут все это высчитать, спрогнозировать и дать свои рекомендации. Поэтому действительно правительство, на самом деле, у нас всегда есть такое чинопочтание, все думают, что там в аппарате президента или там в правительстве или в штабе работают супер-менеджеры, которые знают ответы на все вопросы. Там тоже есть, там тоже работают обычные люди. И в некоторых ситуациях даже без соответствующей подготовки люди работают. Поэтому, если действительно есть хорошие ученые, хорошие заключения, хорошие исследования, я думаю, всех этим нужно действительно направлять в штаб. И штабу тоже нужно открыть свои двери, открыть свои конституционные. Вот у нас такая проблема, дайте свои заключения и свои прогнозы. И после этого все люди будут туда направлять, писать. И там нужны люди, которые должны все это обрабатывать и воплощать в жизнь, чтобы дальше ситуация не усугубилась. Спасибо большое, Сыркак. Ну, вы параллельно ответили на вопрос Бегемай Астамбаева, которая как раз таки спрашивала, есть ли у нас такие управленцы, которые смогут занять одну из высокопоставленных должностей. Ну, занять ее по собственной воле они, наверное, не смогут, но, тем не менее, потенциал есть и есть кому обратиться за такой профессиональной помощью. Я, наверное, задам вопросы от наших зрителей. Людмила Владимировна, вопрос вам. Какой прогноз можно сделать, основываясь на неверных данных? Не получится ли так, что все эти сценарии будут ошибочными? Ну, с точки зрения техники, если прогноз построен на неверных данных, то и его результаты будут неточными, это естественно. Но что мы имеем в виду под неверными данными? Все-таки Минздрав опубликует данные о зараженных. И если вы видите, он старается все-таки корректировать эти данные, показывает, по крайней мере, вот последнее его решение, объединение статистики, пока, к сожалению, на сайте Минздрава все-таки идет информация только о ковиде, без учета пневмонии. Потом, не забывайте, если делает эксперт квалифицированный, он всегда через дополнительные опросы, помимо статистических данных, эксперт всегда может определить погрешность этих данных и учесть эту погрешность, заложить ее в прогноз. Поэтому я думаю, что тем прогнозам, которые делают квалифицированные аналитики, этим прогнозам доверять можно. Наверное, все-таки так. Может быть, еще какой-то дополнительный вопрос, я не знаю, ответила я на вопрос или нет. Что там еще хотели узнать участники нашей встречи? Ну, а на второй вопрос вы ответили письменно, да? Если, буквально минуточку, если вы не могли проговорить, чтобы мы все услышали. Да, был вопрос, что можно ли отказаться платить налоги правительству, если ты не удовлетворен качеством услуг, которые это правительство оказывает. И я ответила, что все-таки отказаться платить налоги, это не выход, это, в общем-то, даже за... Вот это другое, сейчас я читаю сообщение Розы. Отказаться платить налоги вы не можете, потому что это ваша обязанность как налогоплательщика, как гражданина страны. Но, а, есть просто механизм выборов. Если вы недовольны текущей властью и текущим правительством, на выборах вы должны свой голос сказать нет против этого правительства и выбирать другое правительство. И в развитых странах с развитой демократией вот это опасение, страх того, что налогоплательщик скажет тебе нет, гражданин скажет твоему правительству нет, этот страх на самом-то деле в развитых странах работает. Так, а вот другой вопрос, да, подает иски за ненадлежащее качество услуг, но это не налоги. Правильно? То есть я отвечала на вопрос, касающийся только налогов. Если вы не удовлетворены, подайте иск. Но тут возникает вопрос, насколько хорошо работает судебная система, насколько справедливо работает, насколько хорошо работает качество исполнения законов. Если вы помните нашу презентацию, мою презентацию, у нас, если честно, очень хорошие оценки по качеству законодательства. То есть Кыргызстан, на протяжении, я этой проблемы занимаюсь, лет 15, Кыргызстан принимает хорошие законы, соответствующие лучшей практике, прогрессивные законы. Но другой индикатор и другой индикатор качества госуправления, верховство законно, исполнение закона, увы, он очень низкий, он, по-моему, один из самых низких из тех шести параметров. То есть закон есть, но он исполняется не вполне адекватно. Вот в чем дело. Да, действительно, вопрос отправления правосудия, он стоит. Ну, и надеюсь, что вся эта пандемия, к сожалению, горьким опытом, но научит нас такой гражданской ответственности, и мы поймем, что выборы это самое ценное, и мы должны, так сказать, правильно голосовать за кандидатов и требовать потом от них, и, может быть, и самим идти в политику и таким легальным, правильным способом менять, проводить системные изменения. Зарина, вы хотели что-то прокомментировать или ответить на вопрос? Пожалуйста, вам слово. Я не могу включить свой микрофон без разрешения модератора. Собственно, хотелось бы вернуть только вкратце к вопросам. Чуть-чуть громче можете говорить? Или микрофон у вас далеко, у вас плохо слышно? А, давайте вот так. Так лучше слышно? Алло, Ильхам. Слышно, да, так лучше? Да, намного. Да, все, благодарю. По поводу кредитов. Ну, здесь можно будет повторить ту известную фразу, что не бойтесь больших кредитов, бойтесь маленьких доходов для того, чтобы их покрыть в последующем. Любой, вот, как вы уже упомянули до этого спикера, что и другие страны берут кредиты, но они чем-то подкреплены. То есть, есть еще и прогноз того, что будут какие-то поступления для их покрытия. Здесь же бы, мы, когда берем кредиты и какие-то грантовые средства, хотелось бы, чтобы еще и ответственно за это лица понимали, что это не просто груз на последующие поколения, а это реальные закрепленные закрепленные эти кредиты, что мы их потом в последующем можем выплатить. Говоря про отчетность со стороны гражданского общества, здесь абсолютное большинство поступлений, она от частных лиц, то есть, каждое частное лицо, она жертвует эти средства, какие-то есть вливания только от частных лиц, но тем не менее, я могу уверенно сказать, что организации движения, они практически на ежедневной основе, некоторые даже на ежедневной основе высылают отчеты про то, куда тратят этот бюджет, кто его получает. Но здесь же, опять же, вопрос, наверное, будет об официальной бухгалтерии, будут ли потом какие-то аудиторские, может быть, добровольные проверки на то, как эти средства расходуются, потому что есть одна, скажем, де-факто вещь, когда действительно средства распределяются на нужные действия, но, опять же, подкреплены ли они должным образом какими-то бухгалтерскими кассовыми операциями. Еще вот говоря про готовность, Ильхан, вы об этом упоминали, правительство, как и у бизнеса, собственно, и у гражданского общества не было этой готовности, но, насколько мы знаем, эта волна пандемии, она пришла к нам чуть позже, чем в остальных странах, вот тот же самый Китай, у нас было практически четыре, может быть, месяца, даже чуть больше, на то, чтобы подготовиться, мы желательно бы учиться не на своих ошибках, а хотя бы на опыте других стран. Я вот сама иногда не знаю, что ответить на вопрос от моих друзей, коллег из Москвы, когда они говорят, что вот во время чрезвычайного положения мы строили больницы, а чем вы занимались? И я вот не могу найти адекватного ответа, являлась ли это тоже подготовкой, и почему эти шаги не были предприняты. И совершенно согласно Ильхам, как и с вами, так и с госпожой Хасановой, по поводу того, что нету доверия к судебной системе. Последние события, это уже еще раз подтвердили, иск вы можете подать, но решится ли он в вашу пользу, это не совсем реалистично. У меня все на этом эти вопросы. Какие-то еще, может быть, вопросы поступали? Ильхам? Спасибо большое, Зарина, за ваши ответы и комментарии. У нас есть вопрос к Азамату по поводу мигрантов. Бегемай спрашивает, что большую часть ВВП КР составляли переводы мигрантов. Какие прогнозы в дальнейшем по этому поводу? Как будут решаться вопросы с увеличением безработицы? Спасибо. Ну, у нас по вот этому показателю мы занимали одно, ну, скажем так, печальное лидерство в мире. У нас отношение переводов мигрантов в КВП одно из самых высоких было. По-моему, только какой-то остров Тонго там нас иногда там обгонял, да, поэтому показать. Сейчас есть уже данные, они выходят по состоянию на май, есть данные Нацбанка по количеству денежных переводов. Там у нас идет падение, сильное очень падение было в апреле, в мае уже не такое сильное. То есть, в принципе, сейчас вот надо посмотреть за июнь, да, но пока что идет падение по году где-то до 20-25% по этой статистике. То есть, это тоже, конечно, очень тяжело, да, но все-таки это, наверное, можно сказать, что я, честно говоря, не ожидал, что наши мигранты, несмотря на вот такие тяжелые ситуации, в которые они сами попали, в той же Россию, в Казахстань, неожиданно. Опять Азамат, по-моему, пропал. К сожалению, у него низкая пропускаем, пропускаем способность сети. Но, естественно, что, имея такую структуру экономики и такую высокую зависимость от мигрантов, мы очень сильно пострадаем. Кто-то в любом случае вернется. Сейчас только вот эти, то, что сейчас нету международных рейсов до сих пор, только этот фактор сейчас спасает нас от массового притока мигрантов. И, честно говоря, я подозреваю, что до сих пор вот эти рейсы не открывают международные. Хотя уже очевидно, что эпидемиологическая обстановка здесь, в Казахстане, она намного хуже, чем, наверное, в большинстве стран мира. То есть, уже нету никакого резона нам закрываться, продолжать вот эти рейсы, не пускать, но их почему-то до сих пор не открывают. Это все-таки тоже очень сильно бьет и по деловой активности, и по возможным каким-то поставкам, и по туризму. То есть, проблема эта безработица, она обязательно возникнет. Мы же не можем вечно держать границы с закрытыми. И я думаю, что здесь вот эти мигранты, часть мигрантов неизбежно вернется. Это очень активные люди, достаточно, и они сейчас очень недовольны, я думаю. То есть, это, конечно, увеличит социальную напряженность достаточно сильно. Это будет очень такой серьезный фактор. поэтому что можно сделать здесь? Только создавать какие-то рабочие места, но, как я уже объяснил, что сейчас у правительства просто, по-моему, нету, никаких рычагов там, как-то увеличить занятость. Поэтому нам надо просто готовиться к тому, что будет какой-то приток мигрантов, и будет увеличиваться социальная напряженность в связи с этим фактором тоже. Вильхом, в принципе, я закончил. Спасибо большое. Тут у нас еще один вопрос. Отслежите ли вы ситуацию в других регионах страны? Почему именно в Кыргызстане и Казахстане получилась столь трагическая ситуация? Можно ли провести параллель с тем, что Кыргызстан зачастую копировал действия Казахстана во время карантина? Можно я. Вот я на протяжении всего, то есть с марта месяца отслеживаю ситуацию во всех странах Центрально-Азиатского региона, и я через некоторое время, когда закончу отвечать, я скину ссылку на Каановскую Каановскую панель, Центрально-Азиатскую аналитическую сеть, где ежедневно мы публикуем показатели по четырем странам, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. И я просто хочу сказать, что подобная же ситуация сейчас наблюдается и в Узбекистане. На нашей панели есть очень подробная история, достаточно подробная история введения карантина, отмена карантинных ограничений в этих трех странах. На самом-то деле, это закономерное увеличение случаев после смягчения ограничений. Дело не в копировании мер, а это происходит не только в странах Центральной Азии, это происходит абсолютно во всех странах, которые сначала ввели локдаун, а потом его постепенно отменили, то есть запустили бизнес, запустили опять общество. Другой вопрос, если страна подготовилась во время локдауна, подготовила прежде всего мощности системы здравоохранения, то эта система здравоохранения, она справляется с увеличившимися случаями. Еще раз я просто повторюсь, что наша проблема в том, что мы на всех уровнях, как на уровне правительства, так и на уровне населения, мы недооценили угрозы коронавируса. Именно поэтому вместо того, чтобы строить больницы или хотя бы оснащать, профилировать, перепрофилировать больницы, уже имеющиеся в стране, мы, например, что там делали в Бишкетике? Дороги асфальтировали, деревья подсаживали. Наверное, эти деньги все-таки в этот момент нужно было пустить на покупку дополнительных средств. Они бы лишними никогда не остались. Поэтому дело не в копировании, дело в ожидаемом приросте. Мы должны были ожидать этот прирост. что у нас случилось. Спасибо большое, Людмила Владимировна. Да, действительно произошла недооценка. На тот момент, наверное, мало кто верил, но тем не менее это было неподвижительно так считать. Мы все-таки должны были брать наихудший и наилучший сценарий. Как вы до этого отметили, приоритет это спасение жизни людей. Это должно всегда быть на первом месте. К сожалению, время конференции подходит к концу. У нас тут еще один такой комментарий. Мы, к сожалению, уже не успеем на него ответить. Я бы хотел поблагодарить, выразить огромную благодарность нашим экспертам за их доклады. Сегодня мы много нового узнали. Были такие конкретные рекомендации, шаги. надеюсь, что экспертное аналитическое сообщество, оно, к сожалению, такое узкое. Оно не выходит на большие массы. Но мы надеемся, что сегодняшние озвученные рекомендации будут донесены до людей, принимающих решения. и тоже хочется немножко конечно не до позитива многим, но тем не менее оптимистично посмотреть и пожелать, чтобы мы как можно скорее преодолели все эти сложности, чтобы в нашей стране не был коллапс. Для этого мы, конечно, должны повысить эффективность и учиться лучше на чужих ошибках, нежели на своих. Спасибо большое еще раз. Сегодняшняя конференция, сегодняшняя онлайн-встреча подходит к концу. Уважаемые участники, следите за нашими новостями на наших Facebook-аккаунтах. Вы также можете посмотреть сегодняшнюю встречу в записи. Спасибо всем. огромное.